В этом танкере, который заходит в Токийский залив, около 200 тысяч тонн сжиженного природного газа. Ещё пару лет назад этого было достаточно, чтобы обеспечивать энергетические потребности столичного региона в течение года. Однако теперь едва ли хватит на шесть месяцев. Спустя два года после цунами и катастрофы в Фукусиме японские АЭС так и не возвращены в строй. Угроза энергетического голода по-прежнему актуальна. Чтобы он не наступил, Японии приходится откупаться деньгами. Причём ставки с каждым годом только растут. Последствия аварии на атомной станции Фукусима-1 японцы ощущают всякий раз, когда приходят оплачивать коммунальные услуги. Электроэнергия подорожала в среднем в полтора раза. И всё из-за роста цен на природный газ, которым японцы вынуждены компенсировать нехватку атомной энергии. Япония и без того крупнейший потребитель природного газа в этом году довела свою долю в мировом импорте до 30%. Объём закупаемого природного газа около 90 миллионов тонн в год. Абсолютный мировой рекорд. Два года назад сумма импорта природного газа составляла примерно 3,5 триллиона йен. Теперь же этот показатель достигает порядка 6 триллионов. Связано это не только с ростом объёмов импорта, но также и с тем, что Япония закупает очень дорогой природный газ. Газ в Японию поставляется только морем в сжиженном виде. Это дорого, но строить трубопровод ещё дороже. Основной поставщик Индонезии рост мировых цен заставил правительство Японии искать способы снижения расходов. Главный упор – на диверсификацию поставок. «Основные усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы добиться начала поставок сжиженного сланцевого газа из США. После того, как в Америке стали добывать это сырьё, цены на СПГ пошли вниз, поэтому мы рассчитываем получить от США разрешение на участие в проектах сжижения сланцевого газа для импорта в Японию». Сланцевый газ из США дешевле обычного СПГ на 30-50%. Если переговоры с Вашингтоном закончатся успешно, а судя по последним заявлениям Токио, шансы достаточно высоки, то Япония сможет рассчитывать на 15 миллионов тонн в год. Это пятая часть от общего объёма потребления. Правда, если цены на обычный газ будут прежними, то эта мера существенной экономии расходов всё же не принесёт. Но здесь ещё и стратегический расчёт. Начало импорта дешёвого газа из США может оказать давление на остальных экспортеров, чтобы они тоже снизили цены. В рамках диверсификации Япония также планирует наращивать закупки в Австралии, Канаде, России и в Африке. Дополнительные меры японского правительства – государственная поддержка компаний, участвующих в концессиях за границей, создание совместных фондов с другими потребителями газа, прежде всего с Южной Кореи. И, наконец, совершенно неожиданная новость пришла от японских геологов. Они впервые добыли гидрат метана – потенциальный энергоноситель. В 50 километрах от центрального побережья острова Хонсю. Впрочем, даже если у Японии действительно появится шанс войти в клуб стран-обладателей газовых месторождений, то участие в нём окажется недолгим. По предварительным данным, этими запасами Япония сможет обеспечивать себя энергией не более 14 лет. Сергей Мингажев, Алексей Печко. Вести. Токио. Япония.